так вот смотрите самое мое главное в этом мире это отдать должное тем кто совершил вместе со мной эту революцию никогда ни при каких обстоятельствах я не соглашусь с тем что что-то я сказал что это я никогда десятки случаев а за все годы может быть и сотни и благодарен людям которые сделали невозможно и без которых мы бы сейчас с вами даже не разговаривать рассказать такое торжество нотки начинаю сейчас вы убедитесь насколько это серьезно и почему мы должны поклониться этим людям вот смотрите видеть этого человека и кимова александр алексеевич вот он зритель минусинска вам слово минусинский персик ничем не говорит а вот я не имею права не показать его не имею права не рассказать это мой долг перед всей страной почему придут годы уже никто не будет печатать учебники нас это поколение я ни одного внука не смог приучить их от нее это я с временем заставлю книги читать и чем кончилось они чем телефонах сидят а значит будет возможность развивать именно это направление в учебе для этого один из разделов будет люди которые сделали невозможно итак перед вами минусинец весной он привозит ко мне 20 знакомиться приехал и так это 27 абрикоса который я назвал минусинский потому что он привез минусинска абрикосы были посажены осенью он приезжает еще раз я ему невероятно благодарен я еще не знал что это будет сенсация наравне с персиком хасанским это будет вторая равноценная сенсация и так осенью он приезжает ли сесть говорю благодарность безмерная чем его одарить но не деньгами же не за этим он приехал я набрал два ведра абрикоса мы вместе с ним собрали вот в алюминиевые эти как и называются эти ведра эмалированные ведра и чтоб он их давил целенькими вместе с ведрами и подарил вот и как-то на душе стало легче а почему у него не было урожая ну так бывает где заморозки для засуха в общем не было у него и персики его он развел руками будучи укрытыми погибли с тех пор я к укрытию мы с вами проводим сеанс обучение и я как лектор говорю надо быть осторожным даже с укрытиями однажды учеба из учебы рассказываю раз уж свет клином на персика сошелся однажды я укрыл небольшой двухлетний персик осталось год ждать чуть не сказал мне идиоту вдруг меня прилипнет кличка вот я взял и закрыл телогрейка сверху присыпал сиском и весной он был мертвый замерзнуть он не мог понимаете под телогрейка персик а персик то был киевский он не мог он сгнил вот вам и укрытие из сих пор я сколько читаю про эти укрытия и боюсь и учу вас укрытия должны быть легкими воздушными помните и так далее дальше значит у него персики погибли а у меня сейчас фильм вы смотрите все смотрите вот я показывал еду я с ирина Александровна савинить подскажу и говорю самый морозостроитель в мире персик минусинский таксинцы с тех пор и до сих пор 15 прошло остались они замерзали отмерзали давали по одному-два плодику они опять замерзали опять восстанавливались и наконец 6 оставшиеся живы это если смотреть с точки зрения науки вот мировая сенсация еще смеетесь господам ученые это мировая сенсация вот потому что никто к этому близко не подступился 15 лет они были предоставлены сами себе не полива ничего вообще ничего и место было неудачно потому что запада где самое тепло вы знаете после обеда самая жара они были укрыты открытым полуметра от них был забор и вот получилось следующее вот я рассказываю почему ему благодарен а вот почему единственная попытка привить некогда не это некуда садить было сделано получился прекрасный персик минусинский привитый на маржурский абрикос потом знаете как как мне доводилось жить в этом на этом этом самом вот это у кого-то масла из хлеба нет у меня хлеба масла не было и вот наконец я его общипал обстругал так на продажу что взял и погиб оставались не сеянцы и до сих пор только сеянцы а дальше что пошло вот так и пошло дошел до украины вставляете сейчас только сейчас немножко пришлось нам как-то поосторожнее теперь общаться с моим украинским другом с валерия александровичем вот он сейчас написал и это очередной видеофильм про мои же персики да мои персики на украине им надо название присвоить персик минусинский железово персик хасанский железово так называть теперь значит уже лишнего слова боюсь сказать слов украины боюсь произнести чтобы чека не поставить вот такие времена но тем не менее минусинский персик зажил своей жизнью понимаете вот это хотел сказать а началось из чего у него то все персики погибли то есть их качка бы нет где он их доставал они немножко на хасанский не похожи или разновидность хасанского знаете как расщепление свойства все в общем сайпры вот как эти ведра абрикосы они все разные а правда сельские деревья снимали ладно идем дальше отдаю должность моему минусинскому другу вот и следующий момент вот это вот кириллин иван федорович казахстан так и так этот человек тот самый фильм я снял про него про то как он у меня купил трех литров банку с медицинскими там их много они вот такие вот все мелкие вот это сыновья мажорской абрикосы завтра если все будет нормально я снимаю еще фильм там будет все эти мажорской абрикосы с трех пяти банок будут они уже смесь еще будет смеси и смесь мы смесили без семья вот в одном перевешены виде смеси будут высланы иван федоровичу целый трех литров банка прям все это будет в глазах заодно познакомлю с моей помощницей лишний раз не помешает или сергея мельникова который я присвоил псевдоним она не не возражает мельникова тире железа псевдоним прошу не путать вот почему потому что звонки бывают а это значит что надо готовить замену я даже не только будет фасовать там высылать посылки там сфиксировать мы принимать заказы вот это все должно быть непрерывно потому что за моей плечами куча детей и они все на и всех надо одевать обувать и так далее а представьте себе что работать она не может у неё здоровья нет вот мне уже тоже поздно идти на работу так и будет вот это вот следующий благородный человек а иван федорович спасибо присылаете на 500 рублей больше и говорит потратить на фильмы так было а федорович я сказал иван ты благородный человек и студентка вот с этой с нашей подчеркивать российской стипендией на которой она живет подчеркивать российская стипендия вот и которая значит на эти 500 рублей еще пару фильмов смотрит поэтому я вас включил в компанию благородных людей могли бы прислать меньше ты идеи еще и не было вопросов а ты не думай куда эти 100 рублей пристроить пристрою не сомневайтесь вот эта команда до железа латинков царство небесное александр реванов прекрасный садовод и наконец долмат долматова это изобретатель талантливый садовод вот уж этого то с руками должны были оторвать мы с спокойным когда он был жив латинком отдавали должное что рядом с нами уникальнейший человек кстати два прекрасных статьи на моем сайте а в золотом корне и о настоящий облепихе как надо извлекать настоящая масса то самое облепиха которая лечит онкологию настоящих вот этого есть две статьи они давно забыты вот но возвращая вас за свой сайт найдете вот этот момент далее почему называю благородно да только потому что когда я был в селябинске я это восемь часов читал лекцию со всех или со всей снг люди а я это был главный этот как называется собор зубочек то есть это большая часть времени мне дали и он а я привез бесценные кошки он ими торговал и он умудрился себе ни одни копеечки нельзя я потом со скандалом ему вручил какую-то часть денег со скандалом вот и делаю ответный ход смотрите вот его мастика мак мастика я сделал фотографию много лет назад это татьяна сада железова которая жена машины которая принимает его заказы на сарклусе это миссия рассказать не мешает вот я тогда взял думаю у меня спрашивают вот его телефон с которыми общаюсь второе не знаю там или проверял вот он по крайней мере поэтому стихо спасет вас очень больших неприятностей умея быть благодарны а вот тогда он пожертвовал тем что его не было жаре он спая торговал моими кошками идем дальше вот это я понимаю благородные люди теперь это ранец ко мне очень понравилось на фотографии очередное письмо она прям не запала в душу я можно сказать влюбился в это чудо я загорелся мечтой если получится ее прорастить и вырастить я благородных людях читаю внимательно одно или два растения хотел бы оставить на свои гусевски а остальные если они будут хочу высадить в парк почему меня подкупил у нас саратове есть природный парк очень большая площади в лесной массив называется кумысная поляна это гордость нашего города так прошу прощения иногда бывает по делу зонки поэтому я не отключаю а железо на проводе спасибо что подсказали что это нормально то бывает у них да у других нет спасибо так здесь раз не помешает убедиться в этом лесу тайна пытаясь высаживать некоторые растения для улучшения видового разнообразия вы видите что за мужик попался мне это мелкоплодная яблонька будет там очень уместно людям на радость верю на пропитание у меня много абрикосов и косточки я тоже пытаюсь высаживать саду вот она всех грушу сирийскую которая вы намерены мне подарить тоже попытаюсь туда высадить вот дитяного древнейте меня все подкопил конечно выслабоще всего просил я хитрил я взял и положил косточки не как это было вы написали сибирка нет мы написали ранецка одичаршая и на какой черт одичаршая когда мы культурную семечками садим уже одичаршую получаем а с одичаршей мы только на подвое я говорю больше никуда не пробовать советую не пробовать потому что с ранецки получится культурная одичаршая одичаршую посеем получим сибирку или что-то похожее и так далее поэтому я положил культурную сейчас я покажу какую вот поверьте в вашем саратове если она будет не только в смысле не как людям на радость верю на пропитание людям пойдет на пропитание посмотрите я когда начал у меня есть отдельные папочки там про детских первых открывая и сразу у меня сердце начинает вот так волотить вы представляете одна из лучших ранеток в мире я не знаю на западе ранецки вращают или нет но пусть она российская это красавиатский пипитчик это значит что мой чай смеешься плакать надо приезжает курдюма любитель знаток ранеток полу культурах и крупноплодных яблок вот а особый упор когда ехал ко мне показать угостить ранетками и полукультурками пожалуйста приходим и пень стоит вот два таких дерева два пня все приехали вот а почему я с дуру хотя сейчас говорю с дуру а тогда это и благородно соседу я за счет и запомнил у них было много насаженных дичков я сделал 40 привела со своих лучших яблок лучших вот посмотрите на это ученых за а где у него штамп нету штампа а почему свету это ветка это одна из десяти двадцати таких веток это чудо и чудес а знаете как и формат и получилось что приезжает несколько раз я рассказывал я даже сказал хронологию вот у меня 15 человек сигаристов со всей россии в том числе с москвой были самые дорогие были с москвой вот я значит им говорю вот смотрите показывал у меня фотографии сосед пилить мои деревья вот уже такие и пилил пилил пока все не погибли это было это было и учеба и горько было вот это было страшно вот и самое главное еще раз когда то ну извините кто-то из вас горит вы два раза рассказывали эту 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 фразу когда-то во все хрестоматии когда будет действительно будет первое будет история российского садоводства а уже потом классическое садоводство которое я считаю вела в тупик все эти десятилетия а потом новое садоводство и вот это новое садоводство это это и в истории там будет написано подходит ко мне близко родственник бывший муж соседки моей воли да которая вот это это ее участок я когда возмутился не он коми я к нему ты че делаешь ты делаешь фраза которая но стреляйте я не могу излишне расслужить а фраза константинович запомни чем больше режешь тем больше урожай и вот и урожай сейчас там пустое место нет картошка есть так вот это вот вы убедились что можно сделать с помощью пилы вот эта фраза чем больше режешь вот она мне запала в душу я с тех пор уже стал просто ненавидите надо видя какой-то железом злой а помните эти камни эти мой бы пожалуйста они занимайтесь учите но не это не торже тех кто а так дальше не трожьте тех кто да пусть калечит но зачем людей то учит убивать как я могу молчать ведь это фотография телевидение снимала и уже через год этого не было вообще а так как мы говорим про нетки я плёкся потому что это боль моя моя боль поверьте не обижайте что я повторяюсь так как мы говорили про детки людям на радость верено пропитание они были вот такие это напротив вот этот сосед а слива второй сосед и у этого второго соседа у них наросла вот это вот это есть ранетка из тех старинных времен их никто не привел они всегда были мелкие но меньше уже по-моему некуда вот их можно было есть можно было на соке компот варенье в красном хуторе я их тогда видел 30-40 в каждом дворе были бойлочные вишни китайские сливы и вот эти ранетки это все это витамины круглый год их же никто не травил не травил потому что никто и не думал это это потом научили деревья калечник а вот такой период когда я приехал ну не роскошь этого повода как знаете помните там показывает в китае автомобилей не было зато велосипед каждой семье вот такие это и все на велосипедах миллионы велосипедов десятки миллионов сотни миллионов вот такие тут это как бы велосипеда то есть простенько но уже уже что то есть саду видите вот а потом моя это самая ради . я поддерживал ее знаете как но он завел разговор пронетки я виноват тем что я сделал несколько крупозаплодных яблонь и она у меня поддерживалась не вот такого виде а вот такого виде вот прошло 30 лет с лишним может 35 вот я попросил своего знакомого лесорога он ее не спилил он оставил метровые огрызки с каждой ветки и вот и получилось учебная фотография во первых удалось вернуть а последние годы она уже была на себе нашла но она уже была практически несъедобная вот удалось вернуть вот и вот такой вот одну ветку случайно он не отпилил видите и так как ребята это учебная фотография то смотрим вот дело в том что нас учат обрезать я пишу не просто обрезка любая обрезка приводит загущение как они пытаются светли дерево это один год и не знает а второй вот они уже не знают что трех года начинается не осветление то есть искалечили запустили туда мороз если дерево еще не погибло значит она обрастет по принципу караул дерево надо вернуть крону а это крона это так сказать крыша и у нее есть особая функция про них рассказывал строение листьев вот функции листьев и так далее а здесь получилось так что эта фотография еще носит и учебный характер посмотрите что случилось дерево буквально сразу после этого она стала вот таким вот и это яркий пример как лишний этот козырь моей борьбе с теми кто учат осветлять деревья вот и получилось следующее тут я дальше не стал тему и увел бы в сторону потому что когда осветляет деревья тут вспоминаем все дальше идет а правильно ометление грибы ядохимикаты все в полной программе я дальше уже не стал вы это знаете вот сейчас она вот такая вот и я семечки для уважаемого человека который будет в парках садить и побольше выслал и именно эти вот чтобы не только зверу радовало но и людей так надо чуть-чуть поспокойнее я еще думал меня может не слушать поэтому теперь будем поспокойнее так здравствуйте господин константинович заказывал ранее у вас косточки и черенки косточки превратили в саженцы и пережили зиму часть высадил на работе сейчас ребята мы с вами будем удивляться вот чему сейчас скажу итак высадил на работе в городе Ишимке в Минской области ваши абрикосы растут сейчас мне надо тут одну штуку проверить ну-ка что-то мне не хочется аааа ух ты елки моталки ага почему-то здесь неактивная ссылка получилась ну-ка нет погодите по-моему получится сейчас 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 ура получилось итак смотрите Владимир Ярош что он у меня выписал простил вы читали ниже то есть до этого его писал правильно а это уже так сказать официальный ну назовем это средство массовой информации и вот теперь уже браурно все я сейчас начну критиковать я не могу без этого с одной стороны день победы люди сделали благородную вещь и я должен гордиться что они посадили сеянцы моих абрикосов моих поняли да я же ничего не придумал и дальше что получилось а дальше крупный план внимание отдаю должное что 9 мая но вы знаете мой характер господи ну ребят надо месяца раньше было садить ну хотя бы полмесяца раньше почему вы видите как цветет дерево вы видите ленту вы видите что дерево 9 мая какой бы там ни был жесткий климат да пиши мне все равно деревья уже цвели дальше что это действительно факт поздновато от этого зависит успех войдет в зиму подготовленным но это не все окна на железах вот они позируют они молодцы вот мой этот сенец вот он конечно не всегда вырастают такие как у меня мощные ну растет и растет бордюрсик сделали да и обрезку никто не делал видимо он просто им передал саженцы а вот у вас прямо на территории будет нормально полносящие абрикосы вы будете их даже кушать ну получилось так что тут надо было отрезать примерно две трети тогда бы он нормально пошел в рост а дальше ни мало ничего не всего вот не понятно что он не я не мог научить и он их не учил он просто отдал саженцы посадка была стандартная согласны искалечена почва вот посадками я вот дальше она провалится и здесь абрикос советское лет будет мертв это мои наблюдения вот потому что да здесь действительно будет это они посадят как все с бордюрчиком вот и получается вместо того чтобы я радовался что мои абрикосы покоряют Сибирь радоваться мне нечему ясно вот так вот теперь пошли дальше разглядели Тюменская область ваши абрикосы растут долго расти не будут а дальше вот что обидно это он пишет у меня есть задумка по новому объекту на котором хотел бы окружающую территорию оформить абрикосы и манчурскими орехами спасибо это заказывайте абрикосы манчурские орехи всегда когда говорят про окружающую природу я всегда я не мелочусь я не жадничаю но ребята можно посадить посадить как выше на верную смерть а дальше так как эта проблема не касается не только одного предприятия всей страны я вынужден был следующее написать горькую вещь миллионы деревьев посаженных 9 мая погибает сразу или потом нужны уроки в школах о посадках плодовых и декоросах горькая правда заключается в том сейчас внимание вот смотрите завтра мне кто-то услышал услышал президент страны услышал президент академии наук услышал министр высшего образования и науки услышал министр это самое как называется просвещение вот и дали команду в школах провести урок о правильной посадке а теперь как догадают что будет правильно еще больше погубят прослушал урок вот это сегодняшняя действительность вот так а пока по-настоящему надо садить вот смотрите да хвастается смотрите на вот этот ряд абрикосов раз два три четыре пять так вот последний это пятый ну вы видели другие ракурсы я не раз уже хвастался это посаженные мои абрикосы вот они да а вот этот ряд видно хоть что-то вот тут палка торчит а больше это вот 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 и вот там уже пошел сухой вон тот следующий это уже все не мое вот вы представляете закладывал человек в сад в один год были посажены вот эти вот эти я даже знаю какой год 2016 почему потому что в пятнадцатом году я их насадил потом было густо я давай по соседям распихивать вот распихнул вот они они сейчас прекрасно плотносят я вам показывал урожай 2023 года вспоминаем вот это все правда видите вот привязка вон сосед видно там крышу соседа вот это вот горькая правда это рынок вот он вот такая правда значит каждый год когда дикоросами не лучше дела не лучше я потом смотрю что они делают вот они садят дикорос посадка в ямку а вы что думаете дикоросы не сгнивают корневая шейка а сгнивает а ямка вот она все они уже поливают все высажены потом болюсик делают а отрезали тут по идее надо отрезать две трети нормальный салин будет развиваться если он живой посадили не малейшего понятия а годы идут а я двадцать лет толдычу а вот еще такой же пример так еще и с листьями это еще хуже вот дохнуть будет сразу вот посмотрите а это все снимки посвящены 9 мая это 9 мая вот 9 мая где они взяли этот абсолютно больной саженец вокруг все зелено видите 9 мая все зеленело что вон там деревья вот от его в левой руке видите там все в зелени и они взяли зеленый саженец команда была? была вот ребенка усят садить больной саженец совершенно больной он на старом месте уже болел и они у больного садят а вот это как надо и так на всякий случай повторю все равно начинки появляются мало правда но появляются появляется правда но мало мало но появляются вот вот тележка высыпана и так как он садит сливу сейчас и она сейчас жива здорово холм небольшой слива это если бы абрикос тут бы тележки 4-5 чтобы повыше размазать а под слива хватило одной ямка будет выкопана все вся посадка вся подпочвенная вся под это под поверхностная почва абсолютно не тронута но если чуть-чуть чуть-чуть вот столько придется ему улыбиться вот столько вот такой объем чтобы корни влезли вот эта посадка уже я могу сказать вот смотрите помните упрек так кто без вас все на холме уже уже то есть как знают но садят вы же видели это ж не я придумал это ж не я это ж не я это ж не я это по всей стране так вот ну кто-то же и придумал действительно до меня что есть посадка на холме ходить скажу кто гошея двенадцатый век я потом и до него доберусь извините потому что бывает как на один хороший совет два таких что лучше бы он вообще бы советы не давал это это и есть такое вот вот а здесь получается так если я говорю сбережение почвы сверху завозится земля почва абсолютно не тронута она уже пусть десять лучше бы сто лет лучше бы миллион лет этой почве она не тронута там все готово к посадке а тут метр на метр на метр напичкать его так как будто это самое я все не могу успокоиться микродозы это миллиграммы миллиграммы миллилитры этих самых микро так это микроэлементы нет килограммами несколько килограмм доломитом руки несколько килограмм этой самой ну пусть ладно не килограмм но упаковки или эти самые целые господи натрия боюсь вас учить натрия калевые фосфорные значит азотные напихать туда потом напихать туда перегною еще еще и свежего это дерьма извините за выражение еще много еще пять пальцев только я волнусь не буду называть ну вот и все это когда нужны были она называется микроэлементы не килограммы а микроэлементы там нужны миллиграммы а потом дерево начинает дохнуть сразу или очень быстро ой умерла все сделано по правилу она умерла вот и теперь скажите это посадка по железу или я у кого-то его украл а ведь двадцать лет толдыча никто не укрикнул именно в этой посадке вот отчет берет нормальный человек пишет я посадил по железову на холм а железа украл понятие холм вот так вот и живем вот постулат железово при посадке саженцев требуется только минимально необходимое вмешательство минимально это постулат